Петр Первый, еще планируя Петербург, предполагал, что его жители будут передвигаться по многочисленным рекам и каналам, взирая на город с водных просторов северной столицы. 19 августа жители муниципального образования Полюстрова осуществили мечту основателя на экскурсии по рекам и каналам Санкт-Петербурга. Повезло с погодой, хорошо, хорошая погода, лето продолжается, посмотрите прекрасную экскурсию, с воды очень красиво посмотреть на Питер, не всегда это удается нам сделать, совершенно другой город. Теплоход прошел по Неве, Фонтанке и Мойке, мимо достопримечательностей, украшающих русскую Венецию, Петропавловской крепости, Эрмитажа, живописной Новой Голландии, Растральных колонн и Чижика-Пышика. Экскурсовод рассказала жителям округа о каждой из них. Информации очень много, всего не запомнить, но очень интересно всегда узнавать о городе, что-то новое. В котором мы живем, надо знать, надо узнавать, надо слушать и вникать во все новое, что не знаем. Мне больше всего понравилось на Неву, когда мы выплыли, как-то Петропавловка, вот. Побывать там, прям все посмотреть вокруг, это было классно. Однако, традиционными достопримечательностями экскурсия не ограничилась. Не обошли вниманием и знаменитые петербургские мосты. От украшенного горцующими конями Клотта Аничкова до уникального по акустике синего моста. Последний не только самый широкий, но и один из самых низких в городе. Спасибо за организацию Жапрева. Мы его знаем и с удовольствием все экскурсии его посещаем. Мы жильцы непосредственно Полюстрова, и он с самого первого дня, и мы с самого первого дня с ним. Прогулка по рекам и каналам – не единственная экскурсия муниципального образования Полюстрова. Ежегодно администрация округа проводит для жителей десятки подобных мероприятий по Петербургу и Ленинградской области. Ведь просвещение – одна из важнейших задач, самой близкой к народу власти. Елизавета Фролова, Владимир Плотников, Екатерина Тестова. Специально для Кейнсайдер. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok